Всем привет, дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй. Продолжаем играть в игру Shadow Fight 3. Как вы знаете, у нас вышло обновление, поэтому будем продолжать. И выбираем, естественно, Джун хранить сферу. Не знаю, много ли изменится, если я выберу кого-нибудь другого, но я не хочу, честно говоря. Так что давайте оставим себе Джун. Подтверждаем это дело. Угу, что у нас тут? Ну, у нас дофига чего есть. Давайте откроем с вами кейсик, сундучок. Так, смотрите-ка, оу, у нас уже появилось метательное оружие. Вот это хорошо. У меня достаются бумеранги. Денежки у нас и бонусная карта. Ну, давайте глянем рекламку, что же делать. Так, достается нам учебный посох. Ладушки, продолжаем. Так, у нас здесь есть миссии. Давайте вот этот активируем с вами сундук. Ну, и давайте читать, что у нас здесь в главе четвертой. Шибата успел отправить тебя в храм после боя с императором, но было поздно. А, по-моему, было нормально. Джун, теперь вы все в моей власти и поможете вернуть славу династии. Отныне я ваша повелительница. Легион должен быть уничтожен раз и навсегда. Гнать их до самого логова и сжечь все дотла. Без пощады, без компромиссов. Ох, ничего себе она раздухарилась. Теперь я могу оказаться везде, где есть теневая энергия, так что даже не вздумайте меня обмануть. А никто и не собирается. Глава четвертая. Последствия. Хм. Где мы? Джун переместила нас в настоящее пекло, говорит Иту. Маркус, она хочет, чтобы я воевал с легионом. Никакая сила не заставит меня пойти против своих. А ну-ка, тихо, здоровяк. Выбора у вас нет. Чтобы выбраться из пожара, надо пробиваться через легионеров. Удачи, говорит нам Джун. На пролом расчисти путь от легионеров. Уровень сложности невозможный, ребята. Хо-хоу. Ну что ж, давайте глянем, кто у нас здесь будет. Что за хмырь? Раунд один. Северянин. Ну что ж, поехали. Так. Видимо, опять какой-то очередной у нас тут воин. Да ладно. Ну-ка, поваляйся, малька. Так, ребят, главное не расслабляться. Опа, получил свое. Ага. Слушайте, он неповоротливый какой-то. Блин, у него теневуха накопилось. Сейчас будет. Опа, я так и думал. Будет использовать... Ох ты, засранец. Ну-ка, получи. Так, ребята, у меня нет. Я не буду пока, наверное, ее использовать. В следующем раунде, если что. Да. Отлично. Получилось все у нас великолепно. Первый раунд за мной. Теневуха у меня тоже накопилось. Не стоит этого забывать. Так что, если что, воспользуемся. Так, раунд два, ребята. Сосредоточились. Начали. Ага. Ногами сегодня машет здесь. Ха-ха. Кривозадов. Опа. Увельнулся, гаденыш. А вот это зря, зря ты сделал, конечно. Так, опять свои топоры метает. Точнее, булавы. Как? Нравится тебе, охламоняще? По-моему, пора с ним заканчивать, ребят. Ога. Так. Опа. А как это он так умудрился телепортнуться, извините меня, в середину экрана? Хм. Баг был, ребята, какой-то явно баг. Ух ты, ничего себе он мне дал. Блин, нужно с ним завязывать и как можно быстрее, потому что у меня очень мало ХП. Тихо, тихо, не надо, не надо, не надо, топорик бросил. Да. Хорошо, гад. У нас один-один счет с ним становится. Все, ребят, собрались, сконцентрировались и давайте наваляем этому северянину. У нас заключительный третий раунд, как говорится, либо я, либо он. Понеслась. Так, не будем, зажимаем его в углу вот здесь вот. Ага, дудки. Ага, так я и думал, сейчас. Вот, давайте-ка пропишем ОМО. Ага. Хорошо, обожаю, когда вот так вот зажимается в углу противника и он просто ничего не сможет сделать. Теневухи у него нету, так что... Опа, куда ты разогнался, да? Хорошо, жалко, у нас криты почему-то не проходят. А так бы он уже давно валялся бы. Оу-оу-оу-оу, тихо. Увиливает. Слушай, вот твои прыжки здесь вообще не к черту, а? Так, давай-давай-давай, отлично. Теперь моя очередь. Так, ребят, по-моему, все, добивать его пора. Смотри-ка, что ты делаешь. У меня теневая. Пора. Ха-ха-ха. Вот и все. Ну что же, серианин. Пока. Что нам пропоет Джун? Я надеюсь, она что-нибудь тут скажет. Эй. Что такое? Что зависло-то все? Блин, слишком долго что-то прогружается. Игра, ребят, не знаю почему. Так, награда у нас... Ммм, в виде денег, вау. Роба-монаха, двойное лезвие. Это для Сай. Редкий спецприем. Так, и легкие камы. Так, ну и, естественно, карта. Так, отлично, расшитый костюм. Ну что ж, продолжаем, ребятушки. Пока мы были в куполе, легион крушил династию. Но теперь Джун способна собрать целую армию и переломить ход войны. Даже так. Так, нам надо двигаться к храму сферы. Перед нами появляется только ее теневая форма. А значит, сама Джун по какой-то причине еще там. Где? В храме? Угу. Так, у нас глава четвертая так невозможно. Давайте посмотрим, ребята, с вами бесплатные карты. Ох ты, кинжал новичков, 90 монет и карта. Алые чакры. Хм. Так, алые чакры я, наверное, возьму, ребята. Так, а что у нас здесь в магазине? Ага. Так, бесплатно, конечно, улучшим с вами. Почему бы и нет? Да что ж так долго-то подлагивает все, а, ребята? Карта улучшенная. Компрессионный костюм. Но все равно он слабенький. Так, смотрите-ка у нас тут топорики. Вот такая вот броня. Блин. Эх, охота мне, конечно, но... Ничего не получится. Экипировка. Что такое? Шесть штук. А, шесть новеньких. Так, ну давайте глянем тогда, что нам еще достанется. Опа-на. Колпак улучшили. Ну и карта бонусная. Ох ты, 822. На армуре. Жалко, конечно, что колпак у нас не легендарный и не эпический. Но, тем не менее, его все равно можно надеть. Так, давайте глядеть тогда, что у нас здесь за задание. Так вы собираетесь меня навестить, как я поняла? Похвально. Посмотри на работу легионеров, Маркус. В твои времена такого не было? Или легион всегда наживался на чужих бедах? Скорее всего, да. Он наживался на чужих бедах. Вот, например, какой-то князек, который решил, что эти земли теперь его, и он может делать здесь, что хочет. Да, грабили и убивали, и наживались. Вот такой вот у нас был Маркус. Так. Темные времена. Прогони легионерского князька. Погоди, ты не надел лучшие вещи, которые у тебя есть. А я и не буду. Иту, мне и так нормально. Да, уровень сложности невозможно, ребята. Жесть какая-то. Поехали. Так, ребятушки, да. Придется немножко попыхтеть, попотеть. Так. Опа. Ты гад, князек, блин. Ты думаешь, тебе все дозволено? Нет, родной. И я тебя изгоню из этих земель. Блин, ну где мои криты? Я никак не понимаю. Так, тихо. Вот, валяйся. Почему мы не критуем? Что ты тут распрыгался? Так, у него что в руках-то? Я так и не посмотрел. А, у него булавушки. Во, наконец-то начали критовать. Так. Охренеть. У них там что за сюрикены такие, ребята? Что они отнимают у меня, блин, по 15% хп. Так. Нормулька. Крит, крит, крит. И добивочный пора делать. Ах ты гад. Ну. Ну. Да е-мое. Оба промахнулись. На, гад. Князек. Ты посмотри на этого поросенка, а? Так, ладно, ребята. Первый раунд за нами. Сконцентрировались. Второй раунд. Решающий у нас. Поехали. Вот так вот. Пока я нахожусь в теневухе, нужно нанести как можно больше ударов. Отлично. В голову попали. Так, что тут распрыгался, кузнечик, а? На, вот получи. Все, теневуха закончилась, ребята. Теперь не расслабляемся. Ага. Прописали комбинацию. Слушайте, можно... Только хотел сказать, можно бросочек ему сделать. И он мне сделал, гад. Так успокойся. Блин, у нас почти на равных хп. Достал своими звездочками тут пуляться, а? Ребята, да, зря, конечно, зря я к нему подошел. Я хотел его бросануть, если честно. Но, как видите, получил в табло за это. Черт подери, у нас ничья. Решающий раунд. Понеслась, короче. Ничего в нем сложного нет, ребята. Никаких выкрутасов. Не выделывается. Так что, я думаю, должны его победить. Просто главное не подставляться лишний раз под нелепые удары. Так, отлично. Когда он прыгает, это хорошо, ребята. Он попадает мне просто под комбинацию. Давай еще разок. Ха-ха. Ну, сейчас будет швыряться, да? Блин. Все время знаю, что надо пригнуться. Оу, да он потерял свои булавушки. Ха-ха-ха. Хотя в рукопашку, ребята, они тоже очень сильные. Так что подставляться не стоит. Черт подери. Вот так вот поваляйся. Так, у меня... Да, у меня есть удар. Окончился тенюх, а я его хотел прописать, но... Не успел, ребята. Все, пора завязывать с ним. Отлично. Добили. Фу, вот тебе и весь князек. Как говорится, был князь, да вышел весь. Ну, а мы с вами продолжаем смотреть развитие наших историй. Ну, почему так долго, а? Так, давай-ка. Оу, уже половина одиннадцатого уровня мы набрали с вами. Ага. Печати войны. Латы посланника. На крючке. И коса просветления. Обычный шлем. Продолжаем, конечно же. Так не может больше продолжаться. Сколько еще мы будем в ее власти? Говорит Маркус. Слушай, ну, пока, наверное, не победим ее. Я вижу все больше теневых слуг Джун в битвах легионной династии. Они быстрее обычных воинов и сражаются только в теневой форме. Да ладно. Если это и есть ее армия, то, быть может, ослабив ее, мы ослабим саму Джун. Говори же, где ее воины и сколько их нужно победить, чтобы она убралась из моей головы. Хм-хм-хм. Да, ребята, теперь я чувствую, у нас будут войны теневые. Блин, не зря нас предупредили, а, зараза. Так. Ну что? Так, тренировка, настройка, карта. Магазин. Черт, у меня руки чешутся, ребята. Ого, печать войны. Нехило. Редкие молотые. Хм. Сколько стоят-то они? 1410. В принципе, можно было бы купить. Тайфун. Это для сабель. Ммм, топоры, выживальщика и узорчатый доспех. Ладно, хрен с ним, пока мы без этого, без всего будем обходиться. Так, экипировка. У нас очень много чего новенького, да, здесь? Вот, во-первых, нужно нам надеть что-нибудь. Так, алые чакры. Да, пускай будут. 278 силы. Угу. Хорошо. Блин, ну что-то подлагивает, ребята, игра. Вот, честно вам говорю, как-то все слишком долго. Эй-эй-эй, подожди, я же вроде одевал. Какого хрена ты мне опять их снял? Жесть какая-то. Предложение дня за 3600 монет. Что тут у них будет? Смотрите-ка. Взять, может быть, а, ребят? Деньги пока позволяют, вроде бы. Так, ну эти ножички слабенькие. Так, вот эти доспехи тоже слабенькие. Хм. Не знаю, не знаю. И жалко мне, ребята, честно говоря, тратить. Деньги-то на это все. Ха, только я хотел сказать, что вы мне больше не нужны, как вы сами отправились навстречу убийцам, посланным за вами. Противник в теневой форме. На шаг ближе. Блин, уровень сложности невозможно. Погоди, ты не надел лучшие вещи, которые у тебя есть. Слушай, да я, наверное, не буду надевать нифига. Справлюсь и так. Ну что же, поехали. Все-таки пришлось мне поменять шмотки, ребята. Вот, я надел себе новую броньку и колпак. Потому что уж больно силен этот гаденыш. Теневой страж его звать. Это у меня, наверное, вторая или третья попытка его победить. Так, отлично. Все хорошо, пока идет нормуль. Вот что они любят, так это использовать теневые спецудары. А знаете, в чем преимущество у них передо мной? В том, что они могут свои суперудары теневые делать сколько захочешь. А я только тогда, когда у меня накопится теневая энергия. На гад. Ну, опа, мимо. Засранец, ага. Так, ну что? Я смотрю, приплыли по ходу дела, ребят. Надо бы его, наверное, может бросочек сделать. Не, подождите. Давайте его здесь зажмем. Вот так вот. Отличненько. Ну, блин. Крякает еще что-то, а? Из последних сил. О-о-о-о-о-о-о-о. Плохая комбинация. О-о-о-о-о-о. Нет, нет, нет. Ну, как же так, а? Ну, ведь все шло, блин, к победе. Почему проиграли? Гад, неужели опять переигрывать? Ладно. Фиг с ним. Попытка, не пытка. Ребята, у меня теневой удар есть. Так что, если что, я буду его использовать. Как дело будет пахнуть жареным, сразу же используем. Так, хорошо. Блин, ему бы вот эти вот чакры выбить. Было бы неплохо бы. Было бы очень хорошо. Опа. Куда, гад? Все, ребят, пора, пора с ним завязывать. Просто меня уже он взбесил, если честно. Да и нехота времени слишком много отнимать. У вас и у себя. Так, ага. Тихо, вот это вот опасно, когда он так делает. Все, добивочный. Шикарно, ребята, получилось. Он как раз стал делать теневой удар. И, как видели, попал под мой удар. Ну, пока ничья. Фух. Третий раунд. Либо-либо. Третьего не дано. Понеслась. На, гаденыш. О, хорошо. Так, сейчас будет... Да, да, конечно. Я уже понял тебя. За четыре боя я тебя уже раскусил, гаденыш. Что ты и как делаешь. Ха-ха-ха. Так, поехали дальше. Вау, ребята, крит в голову был ему. Блин, а чакры все свои держит. А чмошник задел. Не хочет их выпускать из рук, блин, а? На! Вот так вот. Ну что, ребята, добиваем. Ух. Не такой уж он и сильный. Хотя, поначалу казался мне такой приличный вояка. Но, тем не менее, ребята, мы победили с вами. И продвигаемся дальше по сюжетке. Что нам за него дадут? Наверное, уже ближе к одиннадцатому уровню, да? Наверное, еще боя два. И одиннадцатый левел будет у нас в руках. Так. Ух ты. Новый предмет эпический, ребята. Нам достался. Плюс какие-то топоры и скребок. Так, учебный посох. И бонусная карта. Но, естественно, нам нужно... Я не посмотрел бонусную карту, придурок! Я чувствую, как влияние Джуна слабевает. Значит, наш план работает. И... Наш план-то, может быть, и работает? А что нам делать-то надо? Ты говоришь, что Джун сейчас подчиняет все больше и больше людей. Как и нас тогда. Верно. Моих людей она тоже подчинила своей воле. Ведь храм Сферы расположен совсем близко. Джун обратила твоих людей в свою армию. Окрестности храма Сферы покрываются тенью. И все превращаются в ее слуг. Значит, она набирает себе армию, короче. Так, твоя армия стала моей. Да, опять невозможно. Ёлки-палки. Ну что же. Давайте посмотрим, кто у нас здесь на этот разбор. Очередная моя попытка пройти этого гаденыша. Я взял себе сабли. По крайней мере, сабли у меня самое мощное оружие, ребята. Так что, если я уже и саблями не смогу его завалить, хрен знает, как с ним тогда вообще тут драться. Отлично. Потому что у него есть хитрожопинский удар. Вы это прекрасно видели, что он там делает. Если я успею его завлить до того, как он это будет все химичить, то победа будет за нами. Ну. Ааа, ты посмотри, что делать. Блин, только не комбинацию. Все, надо его как-то пробить. Ааа, ё-моё. Вот, ребята. Все-таки он прописал мне этот долбан удар. Нет, я не должен проиграть. Удар. Есть. Ух. Так, ладно, первая победа за мной. Блин, ну я на волоске был от гибели, ребята. Великолепно. Спасибо. Так, понеслась дальше. Короче, его нужно постоянно держать в тонусе. Нельзя его на расстоянии, чтобы он был... Тихо. Ох ты, да он еще и молотый свой потерял. Вот это козырно. А ну-ка, давай-ка теперь поговорим. Че ты без молоточков-то своих все? Приплыл? Да, да, конечно, ага. Ребят, не хочу, конечно, сглазить, но, по-моему, здесь все решено. О, ай-яй-яй. Так, отлично. Добивочный пора ему делать. Может, бросочек? Ай, не успел. Вот так вот. Ух, сколько же он у меня крови попил, а, этот гаденыш. Теневой легионер. Но, как говорится, ребятушки, все-таки, кто старается, тот и побеждает. Ох, так, ну что? Что нам дадите за это? Какие карты? Да, ребята, еще один бой, и у нас будет один 100-уровень. Так, это все понятно. Деньги, так, пируэт. Робо-монаха. Нам достается и... Рифленые молоты. Рифленые молоты. Так, и бонусная карта. Что нам из нее выпадет? Как все-таки долго. Спринт. Редкий перк на доспех. Так, не могу больше находиться в этом месте. Значит, я с вами. Больше меня никто не знает в этом мире, говорит Маркус. Впереди важный поединок. Надеюсь, нашему другу повезет больше, чем нам с Маркусом. В той битве за сферу. Хм. Так, а что у нас будет за такой решающий бой? А, интересно не знать. Ну-ка, давайте-ка, наверное, глянем с вами. И? Наш поединок не имеет смысла. Сфера выбрала меня. Я оказалась сильнее остальных. Но ты забыла о главном претенденте. Обо мне, что ли? Теневая императрица. Босс. О-о-о, ребята, освободите Джун от влияния сферы. Черт бы ее побрал. Ну что ж, давайте пытаться. На раунд один. Теневая Джун. О-о-о, ничего себе, у меня там оружие-то. Нихеленькое. Начали. Так. Будем пытаться, ребята. Я не знаю, что она себе представляет. Ага, собралась. Далеко ли? Птичка ты моя. Так, она у нас опять, как мы видим, в теневухе. Мне нужно победить три раунда. Ах ты, промахнулся я. Что ты там крутишь? Слушайте, ну... Честно сказать, ребят, я не вижу, чтобы она тут что-то делала такого сверхъестественного. О-о-о, тихо. Так, тихо. Ну, да ладно. Блин, выбило у меня все. Я не понял, а что сейчас было такое, а? Что она сделала и... Мне кирдык приснился. Тьфе, что-то я не понял. Ну, теневуха она сделала, это однозначно. Так, ладно, теневая Джун против Рея. Поехали. Что она там крутит, вертит своим задом, я не пойму. Так, отлично, ребята. Вот этот вот круговой удар мне очень нравится у Сабель. Если он критует, то она может даже потерять свое оружие. Ох ты, это что? Опачки. Вот, вот это да. Вот это поворот. Ничего себе. Она, ребята, просто меня лишает сознания. Короче, теневой энергией покоряет себе. Я ничего не могу сделать. И причем вы видели, как она меня располосовала вот своей вот этой фигней? Я не знаю, это меч на веревке или как назвать-то? В общем, нельзя пасовать. Да ладно тебе, но это же не честно. Ты е-мое. Так, все нафиг, достала ты меня уже, а, Джун? Ее нужно так же контролить, как и того, блин. Который был с молотками. Нет, тут я проиграл. Да, ребята. Пум. Вот это да, вот это не задача. Никак, я честно говоря, не ожидал. Ну ладно, бывает. Не все же время выигрывать-то сразу, да? Так, а что мы можем одеть? Ну, я ничего не хочу менять, если честно. Пошел прочь в тебе и правда много сил, но ты совершенно не умеешь ими управлять. Угу. Это она мне сказала, да? Хорошо. Давайте-ка мы, ребята, возьмем мою старую... Да, лезвие бритвы. Глефу, конечно же, мы будем брать. Что-то мечи здесь как-то не зашли. Да, я, конечно, понимаю, что мы с вами теряем по силе. Но раз у нас все равно невозможно, будем проходить на невозможном. Погоди, нет, это все ерунда, что я не надел лучшее оружие. Я думаю, что Глефа все-таки должна сыграть свою роль здесь. Так, давайте, поехали. Фух. Начали. Оп, оп, опа. Так, хорошо пошло пока. Идет очень замечательно, ребята. Не даем ей шанса. Особенно воспользоваться теневым ударом. Ух ты. Где мои криты? Вот они, криты, пошли. И криты, и комбо. Тихо. Опа. Все, ребята, пора добивать. Ух ты. Ну, ребят, что я могу сказать? Что Глефы очень хорошо себя показывают. В данный момент именно с Джун. По крайней мере, первый раунд у нас прошел хорошо. Нам осталось продержаться два раунда. Давайте посмотрим. У нас, кстати, теневой удар есть. Это очень хорошо. Поехали. Ух ты. Слушайте, ну Глефа у меня критует здесь. Будь здоров, ребята. Вы сами это прекрасно видите. Ах ты. Ха-ха-ха. Как говорится, сама виновата, сама напоролась. Я ведь чувствую, что что-то она хочет зачудить. Но я ей просто не даю возможности, ребята, это использовать. Стоит в блоке. Вот так вот. И добивочный. Все, ребята. Ну что? Вообще изумительно идем. И это, ребята, у нас босс. Поверьте мне. Я с темным легионером дрался намного дольше. Там шесть или семь попыток у меня было. А Джун... Ну да, один раз проиграл. Вот у нас второй с вами бой. Ну и, как видите, очень даже хорошо все у меня получается. Я даже, честно говоря, не ожидал, что будет так все легко. По крайней мере, с Глебой. Так. Криты пошли. Причем в голову. Ну что? Пора с ней завязывать, походу, дело. Так, погоди, погоди, погоди. Вот так вот. Отлично. Так, тихо. Что? Воу. Хотела тут своей выкрутасы мне показать. Блин, и она пока... Ха-ха. Промахнулась, дуреха. Промахнулась своим теневым ударом, пока я лежал. Вот дурочка. Поваляйся. А я теперь тебе делаю добивочный. Ну? Да давай ты уже, Рейчик, ё-моё. Да что ж ты будешь делать? Ты... Эй, тихо, тихо, тихо. Есть. Только оружие отлетело к чертовой бабушке от этой Джун. Ха-ха. Ну что же. Вот она, ребята. Вот она победа над боссом. Над Джун. И что же получается у нас? Мы ее, надеюсь, не убили? По идее, мы должны из нее изгнать вот эту вот темную сферу. Да что за фигня-то? Эй. О. Просралась. Да. Получаем с вами новый уровень. Одиннадцатый. Так, нам еще должны дать шмотки, наверное, какие-нибудь хорошие. Потому что все-таки босса убили. Вау. Доспех крутой. Так, спринт нам дали. Шлем пуриста и шлем... А, шапка неумолимого. Ух ты. Шапка неумолимого достаточно хороша. Нужно будет ее надеть. Так. И тренировочные бумеранги. 319. Хо-хоу. Так, ребята. Ну что же. Помни, что теперь я навсегда стала частью твоей подружки. Я вернусь, как только ты потеряешь бдительность. Так, Джун все-таки... А, нет. Я... Я в порядке. Но этот голос в моей голове. В сфере было спрятано сознание теневой энергии. Это разумное существо. Я все еще чувствую ее присутствие. Оно будто ждет своего часа. Выжидает, чтобы атаковать с новыми силами. Да, ребята. Мы освободили нашу девочку Джун от этой проклятой теневой энергии. Так, надеваем, естественно, шапку неумолимого, я думаю, да? Я думаю, что это будет то, что нужно для нас в данный момент. Единственное, что для одного перка лишь только слот. Ну, фигли. Ничего не поделаешь. Давайте, наверное, ярость тигра мы поставим. Потому что 77% шансов выбить оружие у противника из рук. И у нас здесь новая броня есть. Вот. Доспех неумолимого. Хм. Редкий. Конечно же, буду одевать. И надо будет забить два слота под перки. Ух ты. Костюмчик смотрится неплохо. Мне нравится. Так, давай. Конечно же, возьмем шквал с вами. Это однозначно. И. Блин. Давайте, наверное, укрепление. Да, вот этот вот. Потому что ногами я не пользуюсь. Я не дерусь. А вот этот, ребята, мне пригодится. Поверьте мне. Снизить урон от удара противников. Это очень хорошо. Так. И здесь мы с вами возьмем бумеранг еще. Насколько я помню, они летят и возвращаются обратно. То есть наносят двойной урон. По-моему, так должно быть. Так. Ну что. Вроде бы как все. Можно дальше идти. На главу четвертую. Итак. Вот только никого, кроме боевых фельдшеров здесь нет. Линк покинул свой дом. Нужно найти что-то, что подскажет нам, где он. Угу. Племя шаманов. Победите боевого фельдшера. Опять же, блин, невозможно. Ёлки-палки. Я уже и броню надел, которую мне дали. И. Погоди. Да понятно, что я не надел. Фиг с ним. Давайте смотреть, что тут у нас за боевой фельдшер. Все-таки мне хочется. Может быть, ватоватый. Ребята, оружие не меняем. Ничего не меняем. Оставляем полный комплект, который у нас в данный момент есть. Так. Давайте его прощупаем. Начали. Так. Ну что я вам могу сказать. Глефа моя довольно хорошо бьет по нему. Так. Он с этими, блин. Я даже не знаю, как назвать. С серпами. Так. Отлично. Слушайте. Ага. Вы плясываетесь. Блин. Но он блокируется очень и очень хорошо. Причем, ребят. Так просто его не возьмешь. Можно, конечно, попробовать бросками. Но что-то как-то рискованно. Смотри, что вытворяет, а, гаденыш. Блин. В блоке теневуха пошла. Ага. Промахнулся, как говорится. Оу. Нет. Да ладно. Вы посмотрите, сколько он теневым ударом у меня отнял хп. Так. Я в разы меньше. Ну, добьем мы его или нет, блин, а? Да что? Какого хр... Вы видели, а? Просто сделал удар и все. И мне кранты были. Жестяк, конечно. Понятно. Короче, здесь суть не в том, чтобы его быстрее разобрать даже. А в том, чтобы не попасть под его удары, ребят. Потому что, да. Возможно, он и вялый, и ватный, но бьет он очень и очень сильно. Смотрите сами. От броска отнялось минимально. Вот есть только крит, когда проходит. Тогда все замечательно. А так он сам по себе какой-то, ну, неповоротливый. Может так сказать. Оу, тихо. На-ка, получи. Да ты достал своими звездочками уже, а, гаденыш, блин. Ну. Что-то... Зашуршал пропеллер. Ой, у меня бумеранг вообще отнимает ничтожно мало у него хп. Ладно, ловим. Отлично. Крит в голову. Ну. Так, надо все время... Опять теневуха пошла. Надо все время от него держаться на расстоянии, ребят. Если он своими вот этими вот тесаками по тебе заденет, будет очень и очень больно, поверьте мне. Ох ты! Черт бы тебя попрал, а? Длинноногая козявка. Да ладно? Да я даже ничего не могу сделать, блин. Этот придурок. Ой, ладно, ребята. Давайте на этой ноте я буду завершать свой выпуск. Всем большое спасибо за просмотр. Иначе у меня просто нервов не хватит. Ну, а мы с вами уже увидимся в следующей серии, когда я отдохну и приступим, как говорится, к этой игре с новыми силами. Я ничего не нашел, зато успел положить еще пару шляпников. У меня тоже пусто. В общем, понятно, ребята. Они все воюют, воюют. Ну, а мы с вами пошли на отдых. И увидимся с вами позже. Так что, всем пока и до новых встреч. Удачи вам.